Сразу после видеоконференции Михаил Игнатьев решил воочию убедиться, как идет СЕВ в южных районах республики. Муниципалитеты республики подводят итоги первого квартала этого года. Собственные доходы Батревского района увеличились на 9%. Рост за счет налогов, но по словам главы администрации муниципалитета, есть еще резервы. Есть на территории района незарегистрированные здания сооружения. На сегодня только Тойщинское сельское поселение 8 таких нашел. В Тойщинское сельское поселение 4 таких здания сооружения в таком направлении тоже работаем. Сейчас самое главное – вовремя провести весенние полевые работы. В агрофирме «Исток» СЕВ начался еще 14 апреля. Накануне выпал дождь, но техника все равно с утра вышла в поле. Пару часов – и земля подсохнет. Сейчас нельзя терять ни минуты. Я посмотрел цифры. По прошлому году 18 миллионов выручки. Прибыли хорошие получили. В основном какие культуры дали прибыли? Сахарный сахар. Картофель мы уже перенасытили Россию. Тяжело будет находить. Поэтому уже смотрим на другие культуры. Это вот пацаны в первую очередь. Это новая востребованная культура с учетом предъявленных санкций. Потому что очень же много масла завозилось за пределами Российской Федерации. А сегодня потребительский рынок имеет дефицит. В ЗАО Батревском идет подготовка семенного материала. Протравливают зерновые и зернобобовые. Картофель выводят на яровизацию. В этом году предстоит засеять более 700 гектаров яровых и 300 гектаров картофеля. Техника готова выйти в поле. В этом году здесь намерены довести надои молока до 7 тысяч. Это на полторы тонны больше, чем в прошлом. Планы большие, но уверены, что выполним, говорят батревцы. Главное – соблюдать технологию кормления и содержания коров. Куб от курова воздуха обязательно надо расчитывать. 6 кубов на курова. Я помню эти цифры. В Яльчикском районе тоже намерены увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции. Но не за счет увеличения площадей. Необрабатываемых земель тут просто нет. А за счет агротехнических технологий. В прошлом году зерновых получили 46 центнеров с гектара. В этом году планируют не менее 50. О, уже корневая система пошла в работу. Практически во всех хозяйствах сейчас идет барнование и подкормка зимых и многолетних трав. Они занимают 16 тысяч гектаров. Вот эта техника каждый день работает. Вот еще у нас больше тайби. Эта техника, конечно, не должна остаться. Больше тайби. У нас еще там есть где-то 700-800 гектаров. Там еще 250 гектаров осталось. Семенного материала для весеннепылевых работ достаточно. Горюче-смазочных материалов завезли даже с запасом. Осталось докупить немного удобрений. Район стабильно занимается отраслью животного родства. Не только растения родства, произвели зернопродали. И поголовье не снижается, и поголовье крупного рогатого скота. В том числе, особо хочу отметить, поголовье коров не снижается. Это практически проблемы. Молочные животные у нас имеются. И дефицит молока по всей Российской Федерации. Еще раз хочу подчеркнуть, 8 миллионов тонн. В прошлом году, по словам главы администрации района Николая Миллина, количество коров на предприятиях агропромышленного комплекса и в фермерских хозяйствах возросло на 200 голов. В этом году задача увеличить еще на 100. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаммедов. Республика.